Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Всем, кто впервые смотрит подобную рубрику и вообще наткнулся на мой канал, такое видео. Я вам рассказываю о новостях, которые здесь происходят в Турции, больше с точки зрения того, как воспринимают это люди, о чем они говорят, местные сплетни, и вообще настроение в стране людей, которые здесь проживают, самих турок. Так что давайте приступим. Я хочу отметить, что в этом году, на удивление, у нас очень холодный декабрь, январь месяц. Точнее, даже я больше сказала январь, а не прям декабрь еще был такой. Был декабрь нормальный, адекватный, да. Что я подразумеваю, у нас снегом не засыпало, да, но очень холодные градусы, где-то 0, плюс 4, 5 градусов. Но я напоминаю, что здесь очень влажный воздух, и этот 0 условно или минус 1, это как в России, где-нибудь в Сибири, минус 10 градусов. Ощущения точно такие же. Я напомню, что в Турке есть такая особенность, у нас больше тут тепла. Не так холодно. И здесь не все готовы к зиме, хотя знают, что каждый год она бывает, потому что зима очень короткий промежуток времени, там максимум 2-3 недельки. Все равно потом потеплее становится, 10-15 градусов. И дожди, здесь дождливая зима. Так вот, не у всех есть теплодежда, шапки там какие-то. Не знаю, зимняя здесь одежда типа уги или какой-то пуховик, это исключение. Здесь зимняя одежда, это резиновые сапоги или какие-то кожаные сапоги типа Кэт фирмы, да. Или кто там еще, типа или Адоктор Мартинс какие-нибудь, куртка, да, типа или Апуховик что-то, ну не супер. Знаете, у нас в России это просто демисезонная одежда тоненькая. Ну и шапочка какая-то, знаете, такая продувайка, сеточка. Вот и вся зимняя одежда в Турции. И почему это такой важный вопрос? Тем это затратится, потому что даже в Анталии, на Анталийском побережье, по прогнозу в Анталии, в Алании в ближайшую неделю будет 0 градусов. И даже заморозки до минуса, и даже снег может выпасть. Это очень удивительно, потому что там средняя температура зимой 10-12 градусов. Да, дожди, сильные ветра выдувающие. Это ж холодно, потому что влажность высокая, но при этом я напомню, что в Анталии не во всех, но во многих домах нет отопления и батарей. И они нагревают, в принципе, горячую воду от солнечных батарей на крышах, либо ЦСР на это идут, либо нагревают они квартиры кондиционерами. У кого-то бывают камины в домах, кто-то им пользуется. В основном это не оба, это в общем маленький процент людей. И это очень популярное в Анталии, это знаете, теплые полы. Конечно, в новых домах, но это дорого. В Турции электричество, напомню, газ дорогие. И термо, такая теплое одеяло, или теплое простынь, это одеяло, которое подключается к электричеству, к розетке, и греет вас, в общем, такое. В общем, людям тепло одеваются. Есть возможность отапливать, скажем так. Есть, которые с батареями, квартир их очень-очень мало. В основном все без батарей живут, без отопления. А в Стамбуле с отоплением все в порядке. Ну, естественно, это же дорогое. Ну, пожалуйста, без проблем, открывая батареи, пользуйся, если ты не экономишь. В общем, на удивление, у нас эта зима довольно-таки холодная. Именно долгий промежуток времени в течение месяца такой низкий градус. То есть таких теплых деньков светит, если солнце, то это сильный ветер в Стамбуле. И реально холодно, зуб на зуб не попадает. Действительно просто дуба. Это такое из общего. Из хороших новостей, что у нас было важное для людей. Нас буквально на днях обрадовали. Просто внезапно, негаданная новость. Уважаемые граждане, отменяем все ПЦР-тесты в стране. Что у нас сейчас по ПЦР-тестам? Нельзя передвигаться... Было. Нельзя передвигаться из провинции в провинцию. Ни поездом, ни автобусом, ни самолетом. То есть либо ПЦР предъявляешь, либо справку о том, что ты привитый, либо переболевший. Нельзя посещать музеи, выставки, концерты, массовые мероприятия какие-либо. И, собственно, ну вот так, короче говоря. Если ты турист приехал и хочешь где-то на те страны проехать, либо ты вакцину свою покажешь, что прививался, либо ПЦР делаешь. ПЦР денег стоит как бы в районе 200-300 лир сейчас среди. Я, может, цена поднялась, потому что курс доллара же. Думает, сейчас лет 300 и дошло 100-400 лир. Ну, так как по старым ценам, в принципе, так же остается, как и было раньше, если в рубли, да, в валюту переводить. В общем, не наездишься, да, на что и направишься, чтобы людям было дискомфортно. И тут нам новость такая, ни с того, ни с сего все у-ху, обрядовались. Счастье у меня просто. Мне тут же, значит, писать, где клиенты, где мои подружки, соседка. И все просто, ты видела, ты видела новость. Ты посмотри, ПЦР отменяет. Все ликовали, просто рванул кто куда. Я реально вам говорю, мне знакомы пошли сразу какие-то мероприятия, кто-то в музей пошел, дождались, короче. Они как бы и так были мероприятия, но многие, чтобы не сдавать тесты, или никто не проявлялся, или еще что-то, не ходили, не посещали. Ну, короче, через два дня вся эта наша радость такая подутихла. ПЦР-тесты вернули на перелеты внутри страны. То есть, если ты летишь самолетом, то пожалуйста. Но автобусом, поездом, ПЦР-тужь свободно, не надо, все в порядке. Музеи там все, эта история, массовые мероприятия оставили свободные, без посещения, без ПЦР. То есть, у нас по факту сейчас остается ПЦР по перелетам внутри страны и за границу. И ношение масок обязательно. Вот наши ограничения. Ну и вход в торговые центры, массовые мероприятия по ХЭС-коду, код здоровья. Если ты там болел, это отмечается. Ну, вы знаете про ХЭС-коды я с самого лета рассказывала. Все туристы, кто приезжали в этот центр, он у вас у всех уже есть. Вы уже все его сделаете, ничего такого трудного в этом нет. А вот, короче, и вопрос типа, что это такое было? Почему нас сразу сначала обрадовали, потом нас резко обломили в этом? Что вообще произошло? Ну, конечно, людей хотело порадовать, я думаю, мое предположение, и людей, да, круга людей, лиц, с кем я общаюсь, что мы думаем здесь. Конечно, многие думают, что хотели людям что-то позитивчика в плане какие-то, знаете, но настроение не очень странное, экономическая ситуация, сами понимаете, мы на грани вот такую балансируем. У всех уже подозрение, что скоро доллар опять начнет расти, еще больше 14 лир он будет стоить. Поэтому, чтобы снять напряжение, порадовать людей, собственно. И у всех был один вопрос, типа, блин, алло, у нас резко возросла заражаемость людьми, омикрон пришел в страну 70-80 там больше, в других странах кто-то что-то закрывает на карантин и всякие, а вы у нас ПЦР отменяете, типа вообще диссонанс был какой-то. Потом они поняли, что они натворили, и в итоге ПЦР остался на перелетах. Ну, какие-то вообще послабления, и сразу я стала видеть афиши в интернете, вот буквально возле меня дома. Театр тут у нас детский приезжает, вот куда мы с ребенком планируем пойти на выходы. То есть досуг, короче, возвращается до ковидное время. Конечно, это радует. Из новостей последних, что я буквально вчера сегодня видела, что в Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что ПЦР отменяются и маски, типа вообще до ковидная история. Я такая, вау! В общем, что-то интересное, да, с этим у нас зарождается. В Турции из новинок в аптеках стали продавать тесты на корону в домашних условиях, экспресс-тесты. Они работают, как назовем так, тесты на беременность. То есть нужно пописать, короче, скажем, как есть, да, на этот тест, на эту лакмусовую бумажку. Она проявляет 100% вообще там нет погрешности. Это проверяли, даже врачи знакомые рассказывают. Столько же в больницах это тестируют. То есть это реально рабочая история. Очень маленькая погрешность этого теста. Стоимость его сейчас вот в аптеке 120 лир. Можете спросить, кому надо. Пожалуйста, экспресс вот эти тесты, пожалуйста, появились. Они другие какие-то были в интернете, можно было купить. Но вот чтобы общая доступность, чтобы в аптеках возле дома все прочее, пожалуйста. У некоторых аптеках есть даже доставка тебе домой. Вот если она возле дома, у тебя может позвонить. Вы знаете, как там булочную хлеб домой в Турции, да, принесут. Бокал это с магазина какого-нибудь маленький по покупке, да, под домом твоей миссии аптеки. И аптеку тебе домой принесут какие-то твои заказы. То есть без проблем. В общем, кто здесь новенький, скажем, я вам информацию даю, чтобы вы знали, что такое сфера услуг такая у нас, да, есть. Хватались. Но реально люди, я чувствую, мы с кем-то общаемся. Люди начинают экономить. И даже где у кого, скажем так, денег побольше было. Я вот слышу истории из разряда, блин, надо поменьше, наверное, стирать одежды, или там гладить, или обогреватель включать, да, или там меньше электричества пользовать и тому подобное. Среди людей, которые бы никогда не были замечены в какой-то экстраэкономии и так далее. Вообще недавно была новость. Я это видела в интернете на днях. Не знаю, насколько это правда подтвердится или нет, что в ближайшую неделю будет поднятие опять на 30% в стоимости молочных продуктов всех, мяса и рыбы. Я вам точно скажу, что здесь конкретный кризис в плане рыбы. Сомон – это красная рыба, да, которая норвежский, Сомон, завозится в страну. Это нерентабельно. Возможно даже разговор, что скоро закупать не будут, и красной рыбы такой не будет в магазинах или на базарах, не своего производства. Потому что она уже сейчас где-то 300 лир за килограмм стоит. Это 1500 рублей, где-то, ну, в средней так взять, да, чуть побольше, может, 1700 рублей за килограмм. Магазин, они берут это на реализацию сети, потому что люди не покупают. Это дорого. Покупают, как бы, не такой способность покупать, как и было раньше. Вот, так что, я даже, честно говоря, подумала, так, надо будет сгонять на базар моего района, купить рыбки. Этот Сомон красный положить в морозилку, потому что у нас в моей семье такую рыбку любят, но она реально дорогая стала, ну, это просто капец. В принципе, продукты, да, потому что рыба сейчас в среднем, там, ну, 100 лир где-то, это, наверное, 500 рублей. Не в том, килограмм, если, да, там, взвешиваем, рыба какая-нибудь такая большая, чупра, например, да, какая-то еще. Вообще, она выходит-то больше килограмма, как правило, или, там, грамм 700, то есть еще по-разному. Ну, в пределах от 80 лир, там, до 100. Это цены Стамбула, говорю, и больше можно купить рыбу. Ну, такое, короче, себе. То есть рыба выходит у нас теперь в уровень деликатесов, я бы сказала, да. То есть это не общедоступное вообще питание, вообще ни разу. Ну, вот. Ну, она и раньше не дешевая была, ну, вот так. Сейчас переходим к новостям у нас международным, политическим. Что сейчас в стране происходит? Представительство страны, да, как себя на международной арене видит. Вы могли заметить из моих даже новостей, если не интересуетесь тем, что в Турции происходит. В последнее время Эрдоган стал активно, вот, с ноября месяца, с октября идти в международные отношения укреплять, скажем так, закрывать какие-то старые конфликты с другими странами, которые были, идти на компромиссы, искать новые рынки сбыта, точки торговли и тому подобное для привлечения капитала в страну, это все понятно. То есть развитие такое пошло в этом плане. Ну, это не может и не радовать, для страны, конечно же, это хорошо. Из последних встреч, их очень много было, такая новость довольно-таки хорошая, я бы сказала, потому что у меня есть знакомые, кто этим интересуется. По последним переговорам Армении и Турции, что со 2 февраля возобновят наконец-то прямые рейсы из Еревана в Стамбул, будут они проходить три раза в неделю. Довольно-таки неплохая новость, да, идет вот это сближение и примирение. Потом, с кем еще у нас тут недавно, с Эмиратами, да, у нас по бизнесу сближение Турции идет, потом с Грецией, Грецией и Израилем по поводу вот этого газа летом, там конфликт, помните, делили всю эту историю, чуть подутихло, пошли, в общем, на переговоры. В общем, острая ситуация, острый вот этот кризис, он сошел. И сейчас очень активно вот ситуация Казахстана на это повлияла, и сейчас подвешена ситуация политики России и Украины, вот этого конфликта и НАТО. Напомню, что Турция в составе НАТО, собственно, как позицию, то есть какую-то активную пытается проявить Турция. Зачем? Конечно же, всегда с целью какой-то своей выгоды, это логично. По поводу Казахстана, как это триггетнуло здесь, ну, там люди делают уроки, естественно, над ошибками, да, других людей, учимся на чужих ошибках. Вот я вам рассказывала про Совет Исламского мира, да, и Исламских государств, как он так, вроде, полностью называется, сейчас прям точно не назову. В общем, договорились о том, что я в прошлый раз сказала вам, что будут в следующий раз, типа, в какой-то мусульманской стране, в Исламской будет какая-то история кризиса. Типа, его очень обидела, довольно-таки, правящую партию, что обратились за помощью не к ним, потому что, естественно, за помощь нужно как-то всегда платить, да, что-то здесь всегда, может, было как-то бы выгодно помочь. За помощью не пришли, но сделать и выводы. И довольно-таки активно сейчас представительство Турции пытается быть таким, типа, а-ля, послом доброй воли, назовем, ну, это в кавычках. В общем, послом добра. И у Украины хорошие отношения, даже, наверное, лучше, чем с Россией, более прочный вот этот позитив в отношениях, без проблем, в общем, долгий период. Вот, они очень сроднились, там, без вызовы, как минимум, посещения. Турак может поехать по своему внутреннему паспорту в Украину, насколько я знаю. Так что, как бы, с этим вообще все просто очень у них. И они, как бы, получается, что Турция посерединке. Там выгодна экономика, тут тоже отношения своя экономика идет, как бы, блин, и нашим, и вашим. Естественно, политическая партия, ведущая Родоган, в частности, выступали с заявлением, что, мол, мы хотим быть... Вообще, как бы, идет разговор о том, что вообще предлагают встречу. Встречу, я думаю, что это, конечно, не состоится, скорее всего. По минским вот этим договоренностям, вот этот, который был, когда там Минская встреча была, типа, возобновлять это все, обсуждать. Встречу, круглый стол стороны России и Украины здесь, в Стамбуле, производить. Я не думаю, что вообще что-то такое будет, что кто-то вообще, они между собой сядут за стол переговоров. Это только через Третьих Лиц, скорее всего, будет. Вот, и, ну, активно очень стараются в этом поучаствовать, вплоть до того, что по телефону там со стороной российской поговорили турки. Потом они... Встреча была в Украине с их стороной поехал, там представитель побеседовала, что вы по этому поводу. Ну, все, типа, собираем информацию. Короче, очень активно, на удивление, участие пытаются проявить в этой ситуации. Конечно, я вам просто скажу, по характеру, по воспитанию людей, это не то, что не просто так. Это всегда, это политика, это экономика, это интересы стран. То есть, как бы, здесь идет посыл такой, что война не выгодна нам никому. Мы сейчас находимся территориально посередине. То есть, получается, турки и оружие свое Украине продают, правильно, и экономика, и газ России. То есть, мы вообще не заинтересованы в этом конфликте. И вставать на чью-то сторону. То есть, Украина посередине... То есть, Турция посерединке, ни нашим, ни вашим. И, пожалуйста, не заставляйте нас это делать выбор, чью сторону занимать по итогу, по окончанию этого конфликта. Хотя бы давайте... То есть, поэтому Турция активно старается урегулировать, чтобы не дошло до вот этого принятия решения, на чью сторону вставать. Ну, в общем, вы понимаете, ситуация не очень красивая. Они максимально стараются это сгладить, повлиять как-то, чтобы этой ситуации вообще не было. По поводу еще вакцин ковида. В Турции открылся официально туристический сезон, назовем, по вакцинации. Вакцинация для иностранцев. Любой иностранец может приехать, воспользоваться любой вакциной. Турецкой, иностранной, Pfizer, все что угодно. Привиться можно в государственных клиниках и в частных. Насколько я поняла, в государственных это вроде бы как бесплатно, но и как вот вакцина, это же денег стоит. Я вот, честно, не поняла эту историю до конца оплаты. Я думаю, что должно быть все-таки платным. В частных клиниках, конечно же, платно, но это не с накруткой какой-то, а цена по факту там за оказание медуслуг, то есть, ну, укол поставить, да, оплачиваешь, и саму вакцину оплачешь, все. Никакие там экстра деньги. Пожалуйста, свободно. Но для того, чтобы поставить вакцину, надо приехать и записаться, короче, в очередь. Тебя пригласят там, рандеву назначат, встречу для вакцинирования. Я вам точно скажу почему, потому что они открывают блок вакцин, шесть человек должно быть, то есть, там же температура определенная, из холодильника достается, и этот блок распечатывается, то есть, по факту в ряд сидит, что там, условно, шесть человек, и им сейчас тын-тын-тын-тын-тын наставили. То есть, они подбирают запись, ведут вакцин, шесть штук, ампул, и ставят людям. Поэтому надо записываться. Людей вот так компонуют вот такими группами. По поводу вообще настроения, что сейчас происходит. Люди, конечно, больше заняты экономическим моментом. Продолжаются очереди за хлебом. В Халк и Кмек, помните, я про него раньше рассказывала. Ничего хорошего, честно скажу. Люди не верят, что что-то, словно, прилетит волшебник, голубом вертолет, что-то исправит. Верить тут не во что. Все только в ощущениях, типа, хотя бы стабильность какая-то, но хотя бы не становилось хуже. Оппозиция политики сейчас не пытается как-то особо, что-то там, дергаться, поднимать какие-то настроения и все прочее. Потому что мы вообще, знаете, так скажем, люди с ощущением, а вдруг сейчас опять доллар начнет расти. Вот в этом ожидании, ощущение какое-то, знаете, нагнетенности, подвешенности, неуверенности в завтрашнем дне. Вот сейчас это все присутствует в людях. И я больше скажу, вот мой итог, да, люди, которые бы казалось достаточно у них денег, они начинают экономить. Это очень сильно чувствуется и заметно, по разговорам, по ощущениям. Я не скажу, что меньше стали покупать. Или, ну, я бы сказала, люди стараются экономить и откладывать деньги, какие есть, для того, что они могут пригодиться. То есть гораздо стало больше людей по соц. опросам в Турции, во всей стране, в Стамбуле в частности, люди, которые работают чисто на питание, на, там, коммуналку, может быть, съем жилья, и какие-то потребности. То есть никаких разговоров о отпуске, о развлечениях, каких-то таких трат не идет. То есть самый минимум необходимый. Вот такие у нас новости Турции. Если у вас есть комментарии, вопросы, пишите, пожалуйста, под видео. Пожалуйста, уважайте друг друга и окружающих. Это касаемо комментариев. Если вам нравится такая рубрика, и вы меня хотите поддержать, ставьте обязательно лайк, просто пишите комментарии для продвижения видео, делитесь моим видео в соц. сетях. Спасибо всем за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.